Исака Ньютона, выдающегося английского ученого, заложившего основы классической механики, физики и математики, сегодня знает практически каждый. Но мало кто догадывается о том, что он был еще и весьма знающим алхимиком. В 20 веке были расшифрованы личные рукописи Ньютона. Как оказалось, известный рационалист, призывающий размышлять холодно и непредвзято, был еретиком, искал секрет философского камня, а также занимался расшифровкой Библии. Сэр Ньютон известен как ученый, создавший механику, но выясняется, что это только один из аспектов его богатого внутреннего мира. Как и у многих людей его времени, у него были разнообразные интересы, включая оптику, математику, и выяснилось, что он проявлял интерес к теологии, алхимии и мистицизму. В рамках проекта перевода статей Ньютона в интернете появились его работы по теологии, которые хранятся в Национальной библиотеке в Иерусалиме. Ньютон был религиозным человеком, который много занимался теологией и библейскими исследованиями. Выясняется, что большая часть его статей была посвящена религиозным темам, а не научным. В своих трудах он поднял проблему тяготения, где объясняет движение планет, и что он не может объяснить, кто заставил их двигаться. Так какие же тайны скрываются за фасадом известного ученого? Или есть нечто большее, о чем нам просто не сказали? Именно об этом сегодняшнее видео. А вам ничего это не напоминает? Ведь Ньютон, будучи ученым, всем пропагандировал рационалистский, холодный аналитический подход ко всему, в то время, как сам тайно увлекался оккультными науками и знаниями. Кстати, про движение небесных тел Ньютон говорил, что, по его мнению, только Бог может все объяснить. Он все знает, что происходит и что должно произойти. Как ни странно, этот уверенный для большинства публики рационалист верил в Бога. И данная вера побудила его к исследованию законов природы с целью понять высочайшую мудрость Создателя. То есть, вы понимаете, что это означает? На сегодняшний день большинство ученых являются как бы для нас скептиками, а в тайных кулуарах занимаются исследованиями, которые связаны с оккультизмом и с другими тайными науками, о которых нам, конечно, не сообщается. Итак, как человек религиозный, Ньютон верил, что в структурах древних храмов скрыты священные тайны. На протяжении 50 лет он углубленно изучал строение многих храмов. Среди них храмы Греции, но особенно первый храм царя Соломона. Он был уверен, что не только в работах древних философов и ученых есть скрытый смысл, но также и в архитектурах древних храмов. Используя известные описания храма, представленные в книге царей, которую он сам перевел с иврита, а также с помощью других исследований по строению храмов того периода, Ньютон представил эскиз и описание первого храма. Его работы содержат подробное описание архитектурного проекта, включая размеры здания и количество ступенек в разных его отсеках. Как ученый, Ньютон интересовался сакральной геометрией, примененной в строительстве храма царя Соломона, а также спиралями с золотым сечением, то есть божественной пропорцией, как гармоническим соотношением между различными длинами, что широко наблюдается в природе, искусстве и архитектуре. Для этого Ньютон детально изучал архитектуру храма. Ученый пришел к выводу, что проектировщиком храма был сам царь Соломон, который получил помощь неба. Он писал, что эту философию можно найти не только в природе, но и в священных писаниях. Царь Соломон имел связь с Богом и благодаря глубоким знаниям он превратился в крупнейшего философа в мире. В своих научных поисках Ньютон интересовался Каббалой и Талмудом. Ньютон много занимался изучением хода истории, составлением хронологии древних царств, опубликованных через год после его кончины. Книга в основном посвящена истории Греции, Египта, региона Левонтия. Кроме того, Ньютон начинал глубоко изучать период, предшествующий христианству. Когда он исследовал очень древние времена, то заинтересовался одним местом в Англии, которое называется Стоунхендж, где находились два круга из больших камней, окружающих общий центр, в котором находился факел. Хотя на сегодняшний день есть версия о том, что Стоунхендж – это новодел и был построен не так уж давно. Подобные древние места, где камни располагаются вокруг центрального огня, были найдены по всему миру, включая Данию, Персию, Ирландию, Китай и т.д. Ньютон из этих фактов сделал вывод, что все эти места являлись в древности круглыми храмами какой-то древней религии. Начиная с 1668 года, Ньютон 25 лет жизни посвятил тайной науке алхимии, который был самозабвенно увлечен. Так же, как и другие алхимики, он был занят поисками философского камня – мифического ингредиента, превращающего любые металлы в золото. Ньютон стал одним из ведущих алхимиков Европы. Он занимался этим не для того, чтобы разбогатеть. Опыты стали для него средством постижения божьих секретов, разгадки тайн, творения. Алхимия должна была помочь ему раскрыть законы вселенной. Ньютон верил, что Бог передал знания людям, зашифрованные в древних письменах, храмах, мифах и алхимической литературе. Он верил, что алхимия способна раскрыть секреты вселенной, которые нужно только научиться расшифровывать. Он считал себя избранным, призванным разгадать тайны, скрытые в Библии. Он исследовал историю религии и неожиданно пришел к выводу о том, что католическая и англиканская церкви были основаны на искажения библейских постулатов. Ньютон старательно изучал библейские тексты. У него было 30 библий на разных языках мира. Ньютон старался найти в них зашифрованные описания прошлого и будущего и на основании собственных вычислений пытался раскрыть тайну конца света. Ученый вошел в историю науки и культуры преимущественно как основатель классического физического знания, однако современники высоко ценили его богословские сочинения. Так знаменитый английский философ Локк писал в 1703 году своему племяннику Кингу. Ньютон действительно замечательный ученый и не только благодаря своим поразительным достижениям в математике, но и в теологии и благодаря своим большим знаниям в священном писании, в чем мало кто может с ним сравняться. В широких кругах слава Ньютона как богослова была очень велика. Окажущееся нам сегодня странным сочетание ученого-математика и теолога было нормой для научной иерархии 17 века. Особенно в Англии, где широкие знания в естественных и богословских науках могли стать хорошим подспорьем в политической карьере. Протестантизм и орианство Ньютона были одной из форм борьбы с католическими стюартами с партией Тори. Такие же политические корни можно проследить почти во всех историко-богословских работах Ньютона. В последнем фрагменте основополагающей работы «Математические начала натуральной философии» Ньютон прямо пишет. «Рассуждение о Боге на основании совершающихся явлений, конечно, относится к предмету натуральной философии. Планеты и их спутники, однажды приведенные в движение таинственным первым толчком, продолжали кружиться по предначертанным эллипсам во веки веков или, во всяком случае, до скончания всех вещей». Ньютоновские начальные условия впоследствии легли в основу позднейшей аргументации в пользу существования Бога. Постепенно весть о разностороннем английском гении разнеслась по всей Европе. В 1698 году русский царь Петр I, прибыв в Лондон в рамках своего великого посольства, больше всего стремился встретиться с Исааком Ньютоном. Ньютон почтительно согласился на такое свидание и даже счел изобретательного и практичного русского царя куда более сведущим в науках собеседником, чем монарх его собственной страны. Как мы знаем, друзья, также есть гипотеза о том, что Петра I как раз-таки в этой поездке и подменили. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а мы продолжаем. В этом же году Ньютон получил должность управляющего монетным двором. На этом посту он оставался до самой смерти. Контроль над государственными финансами, несомненно, был делом прибыльным. А потому Ньютон стал весьма обеспеченным человеком, что позволило ему полностью сосредоточиться на научных изысканиях, даже в ущерб академической университетской карьере. А вот стезя руководителя исследователю была отнюдь не чужда. В 1703 году его избрали президентом Королевского научного сообщества, которое тогда находилось не в лучшем положении, пребывая на грани банкротства. До Ньютона этот пост традиционно занимали аристократы, которые воспринимали свою должность скорее как синекуру, а потом их мало заботила судьба предприятия. За многие годы руководства обществом он посетил практически все его собрания и даже председательствовал на них, подводя итог дискуссиям с особо представительского кресла, установленного во главе стола. Будучи весьма религиозным человеком, правда, не совсем в традиционном смысле этого слова, Ньютон не остался равнодушным к эзотерике и алхимии. Так он заводит дружбу с французским изгнанником-протестантом Жаном Дезагюлье, одной из ключевых фигур европейского масонства. Эзотерические традиции были частично заимствованы масонством от средневековых цеховых братств строителей каменщиков, а отчасти происходили от средневековых рыцарских орденов. Доподлинно неизвестно, был ли Ньютон масоном, но, несомненно, его членство в просветительском обществе, проводившем неформальные встречи и дискуссии об античных древностях за чашкой кофе. Кроме того, известно, что Ньютон разделял классическую алхимическую аллегорию о путешествии Ясона за золотым руном. А теперь, пожалуй, самое важное, друзья. Учитывая, что масонство и все тайны общества действительно связаны с сатанизмом, просто это всё тщательно скрывается от публики и маскируется псевдонаучной ширмой. Исаак Ньютон открыл тайну своей двойной жизни только в 84 года на смертном одре. Он рассказал друзьям о своих еретических воззрениях и отказался от последней исповеди. После его смерти в библиотеке нашли 169 книг по алхимии. Его архивы долгое время оставались неизвестными. Только в 1936 году они были проданы с аукциона. Их приобрел Джон Мейнард Кейнс, и после их расшифровки опубликовал статью под названием «Другой Ньютон», которая произвела настоящий фурор, открыв правду об ученом как алхимике, мистике и теологе. О чём нам с вами это говорит? Несмотря на то, что Ньютон прикрывался верой в Бога, он всё же коммуницировал с магами, алхимиками, колдунами, масонами и прочими тёмными элементами мира. И сам тот факт, что в Библии полностью запрещены различные тёмные искусства, включая астрологию, магию, оккультизм, Ньютон всё равно занимался этими запрещенными вещами. Двойные стандарты? Всё верно, это абсолютно так. Ну что же, как мы видим, за всеми крупными учёными и известными деятелями стоит чёткая определённая сила. Друзья, конечно же, напишите свои комментарии на этот счёт под видео. Возможно, у вас есть информация, которая только дополнит этот материал. Также ставьте пальцы вверх, если видео действительно заставило вас задуматься. Поделитесь им со своими единомышленниками, подпишитесь на канал, ну и, конечно же, на другие площадки. Всем пока!